Здравствуйте, дорогие мои телезрители и, конечно, подписчики на канале YouTube Голова Садовая. Сегодняшняя тема – препараты, которые помогают растениям образовать корневую систему. Этот препарат для образования корневой системы вы часто встречаете в садовых магазинах. И на пачках может быть написано вот так – стимулятор корнеобразования, или корнеобразователь, или корневин. Это может быть пудра, это может быть паста, это может быть жидкость, это могут быть таблетки. Таблетки. А посмотрите, это имеет название иммуноцитофит. И вот все эти препараты, представьте себе, имеют в составе ауксины. Такие вещества, которые возбуждают в растении процесс образования корней, новых корней. И если, знаете, масса есть приемов, есть еще, кстати, мы поговорим об этом тоже, поговорим про дрожжи, там тоже в составе имеются такие вещества, которые вызывают образование именно корневой системы. Но я вам рекомендую настоятельно, если вы купили розу в магазине для того, чтобы высадить ее в сад, не забудьте, что ее корневище лучше бы опудрить подобным, да? Или полить хотя бы уж, а лучше бы залить и выдержать перед высадкой вот это корневище вот в этом растворе, ну в любом из них, который я назвала. А уж пионы-то как любят, когда их вымачивают часов 12 в этом растворе, а можно 24. Знаете, все относительно, что написано в рекомендациях, оно да. Ну, нельзя может быть больше срока, но меньше точно нельзя. Потому что корневища разные, у розы это вообще вот такая деревяшка, у пиона это такое опробковевшее корневище, которое с трудом и влагу-то втягивает. Поэтому обработка подобными препаратами обязательно. А еще я хочу сказать, я захлебнусь, я не могу, сколько у меня информации, я не успеваю ничего вам рассказать даже уже в этом году старом. Значит, я еще хочу сказать, что при высадке, рассаде, готовой, во что жаба давит, чтобы взять вот такие порошочки, кустики, деревья, неважно кто, вы просто опудрите на влажные, например, корневую систему кустарника или деревца. Дайте подсохнуть и посадите в эту лунку помидор, опудрите корневища и ствол, который будете закапывать. Дайте обсохнуть и закапывайте вы на здоровье в эту лунку, так результат-то какой будет, вот такой вот. Ой, мне кажется, я все сказала, все сказала, выдохнула и успокоилась. Вот теперь я спокойна. Пожалуйста, смотрите внимательно видео. Я же, кажется, уже так просто рассказываю, так доступно. Поэтому не надо бояться этого препарата, совершенно не надо. Можете вымачивать, опрыскивать, опудривать. Но, пожалуйста, все-таки почитайте. Информация, которая находится вот здесь, она тоже очень важна. Недостаточно этой, недостаточно моей программы. А ее может быть недостаточно, потому что базовые знания, которые я от вас требую, иногда кто-то обижается на меня, нет, мои миленькие. Значит, вы должны нарыть в интернете, гуглите в Яндексе, в Рамблере, или как он там называется, и ищите информацию. Ничего не знаю. И вы должны со мной общаться уже на равных. Я уже не позавчера начала вести эти программы. Поверьте мне, что я очень этого хочу. Ну, на этом я закончу. Всего доброго и до свидания. Очень всех вас люблю. Спасибо, что вы есть и что вам интересно. Субтитры сделал DimaTorzok